Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал InDubai. Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о тех местах, которые часто не знают туристы. И в это удивительное время суток, когда солнце медленно опускается за горизонт, мы с вами отправимся на один из чудесных островов Палм Джумера, известный также как остров Пальма. Нашим пунктом назначения будет Luxury Lounge 101 в отеле One and Only Palm. Итак, друзья, сейчас мы с вами заезжаем на чудесный остров Палм Джумера. Почему чудесный? Потому что он считается восьмым чудом света. Это первый искусственный архипелаг, построенный в Дубае, который был сдан в строительство в 2006 году. Целью строительства архипелага было расширение пляжной территории с целью создания возможности иметь больше пятизвездочных отелей с прямой береговой линией. Сейчас мы едем с вами по стволу, вдоль которого расположены апартаментные здания, то есть это здания с квартирами, два бедрум, три бедрум. Средняя стоимость апартаментов от трех миллионов дирхам. Каждое здание имеет свое название, название фиников определенного сорта. Застройщиком проекта является компания Нахиль, в переводе с арабского Нахиль означает пальма. Далее по стволу располагаются виллы, в которые каждый имеет свой private access к морю, то есть свой личный пляж. Стоимость вилл начинается от 5-6 миллионов дирхам. Стоимость виллы возрастает по мере удаления от самого основания ствола пальмы. Впереди вы видите один из самых знаменитых пятизвездочных отелей Atlantis. С правой стороны мы приезжаем с вами. Можете обратить внимание, что это единственная мечеть, построенная в современном стиле хай-тек. Хотелось бы очень передать вам непередаваемое ощущение того, когда проезжаешь по подводным тоннелям. Обычно во время экскурсии по Дубаю всем туристам показывают пятизвездочный отель Atlantis. Мы же с вами отправляемся в противоположную сторону на полумесяце. С левой стороны пятизвездочный отель Juan Anonely Pound. Попадая на остров, появляется волшебное ощущение. Выключаешься от повседневной суеты, попадаешь в такой маленький рай. И при этом имеешь возможность со стороны наблюдать за этим огромным мегаполисом. Друзья, хотелось бы очень обратить ваше внимание на красивейшую панораму, которая открывается с левой стороны полумесяца. Итак, друзья, мы с вами подъезжаем к нашему пункту назначения отель Juan Anonely Pound. Итак, мы с вами добрались до этого удивительного места, отель Juan Anonely Pound. Припарковались на парковке и идем в супер лаунжу. Попадая на территорию этого отеля, также появляется волшебное ощущение. Ощущаешь себя словно в сказке и в роли Аладдина с волшебной лампой. Кажется, что все может исполниться. Самой крутой фишкой является то, что вы сюда можете попасть, независимо от того, являетесь вы гостями отеля или нет. Итак, друзья, мы с вами прибыли в лакшери лаунж, который находится на водной поверхности, как вы видите. Двери лаунжа открыты с 11 часов дня до 2 часов утра, как для веселых дружеских компаний, так и для влюбленных парочек. Вы можете видеть, обратите внимание, как открывается шикарнейшая панорама. Это редкий вид, когда можно увидеть полностью всю марину, JBR. Итак, друзья, мы с вами находимся в лаунж-баре 101 в отеле One & Only Palm. Вы можете обратить внимание на уникальную территорию этого бара, которая, условно, разделена на 2 зоны. Это закрытое пространство ресторана и открытая терраса лаунжа. Атмосфера ресторана имеет свое настроение в каждое время суток. Мы приехали в дневное время суток для того, чтобы передать всю красоту отеля, чтобы мы могли увидеть все детали и нюансы. В вечернее время лаунж приобретает совершенно другую атмосферу. Загораются свечи, играет музыка, музыкальное сопровождение диджея. Это другое настроение. Думаю, каждому из вас будет интересно узнать о ответах на часто задаваемые вопросы. Итак, стоит ли бронировать столик заранее? В обычные дни вы можете найти свободные столики, но в выходные дни советую вам сделать звонок и зарезервировать столик для того, чтобы гарантировать себе место. Второй вопрос. Как сюда добраться? Если вы живете в ближайших районах, прилегающих к Пальме, вы можете добраться сюда на такси. Если же вы живете в отдаленных районах Дубая, рекомендую вам взять метро до станции метро Молл оф Эмиретт и взять такси. Думаю, что выйдет по сумме где-то 30-40 дирхам. Следующий вопрос, часто задаваемый, средний чек. В лаунж-баре предоставляют широкий ассортимент блюд, как горячих, так и холодных вариантов, а также напитки алкогольные и безалкогольные. В среднем чек выходит от 100 дирхам до 500 дирхам. Ну и последний вопрос, конечно же, о дресс-коде. Дресс-код Smart Casual. Мужчинам рекомендую одевать джинсы или брюки полной длины. Не рекомендуется приходить в открытые обуви, в шлемпинсах, словно вы идете на пляж. Будьте солидны и красивы. На этом я хочу закончить свой сюжет об этом удивительном месте, который называется 101 лаунж-бар. По-другому также известный one and only лаунж-бар в отеле One and Only Palm. Желаю всем приятного отдыха, как туристам, так и жителям волшебного города Дубай. Пишите в комментариях свои заметки о том, как вы любите проводить свободное время в Дубае. Ставьте лайки. Всех люблю, целую. С вами была Виктория, проект Индубай. Пока-пока.